К сожалению, до сих пор эффективная дальность огня артиллерии противника выше нашей. Соответственно, он на более дальних дистанциях может работать по нашим позициям. Мы же, к сожалению, не можем эффективно противостоять этой угрозе. Российский военблогер и пропагандист Юрий Подоляко, который обычно радостно рапортует о героических победах российской армии, в последнее время стал выпускать все больше грустных роликов, в которых признает, что украинская армия по своему качеству, по уровню подготовки превосходит российскую и наносит России поражение уже на левом берегу Днепра в Херсонской области. Пока российская пропаганда кричит про наступление на Авдеевку, Подоляко с грустью жалуется, что на самом деле дела для российской армии вовсе не такие радужные, а ситуация в Херсонской области вообще на грани катастрофы. И он поясняет это тем, что украинская артиллерия работает гораздо дальше и точнее, и из-за этого российская армия несет значительные потери, отступает и сдает позиции. С Херсонским направлением мне мои зрители в личку задавали вопрос, Юрий, почему так получается? Почему, казалось бы, противник небольшими группами может высаживаться на наш левый берег, проводить довольно широкомасштабные операции, а мы не можем этому помешать? К сожалению, до сих пор эффективная дальность огня артиллерии противника выше нашей, и, соответственно, он на более дальних дистанциях может работать по нашим позициям. Мы же, к сожалению, не можем эффективно противостоять этой угрозе, и даже контрбатарейную борьбу видим с очень большой натяжкой. Ой, а что же случилось? Годами российская пропаганда рассказывала, что у России вторая армия мира, вооруженная современным вооружением, аналогов которому нет, рассказывали, что Украина вообще ничего не сможет сделать, не сможет оказать никакого сопротивления такой армии и разбежится. Теперь же та же самая российская пропаганда признает, что Украина лучше вооружена, лучше подготовлена, и эта Россия ничего не может с ней сделать. При этом задать вопросы Шойгу, а где же вот эти все миллиарды потраченные, на что ты их потратил, где твоя вторая армия мира, где артиллерия, аналогов которой нет, о которой ты раньше рассказывал. Такие вопросы задать своему министру обороны они не могут, они их не задают, потому что они помнят, что случилось с Пригожиным, который как раз такие вопросы задавал. Эффективная дальность огня противника позволяет его не только поддерживать свои гарнизоны на плавник, но и даже на узкой полосе левого берега Днепра. И таким образом ДРГ противника, даже занимая какие-то позиции на левом берегу Днепра, оказывается под прикрытием своей артиллерии и могут эффективно удерживать позиции. К сожалению, такова реальность, именно по этой причине новость из херсонского направления постоянно у меня в ленте. Кстати, своего результата противник все-таки добился, какая-то оттяжка резервов все-таки противнику удалась. Но, собственно говоря, именно по этой причине противник и продолжает вести подобные действия. Тот же Юрий Подоляков в первые дни полномасштабной агрессии против Украины радостно кричал, что Украине остались считанные дни, что долго Украина не продержится, Россия сейчас вот-вот там за два дня возьмет Киев, Харьков, Одессу. А теперь вся эта его радость куда-то вдруг подевалась. И мы видим, как он сидит такой грустный и с тревогой рассказывает, что российская армия вообще-то несет потери, у нее большие проблемы. Украинская артиллерия работает лучше, дальше и точнее. И куда же подевалась-то вся была уверенность? Российская пропаганда обычно не рассказывает про поражение и неудачи российской армии. Она старается их всячески замалчивать. В том числе старался это делать и Подоляка. Но когда таких поражений становится слишком много и они становятся слишком масштабными, правда о них все равно прорывается в эфир, потому что невозможно уже эту правду скрыть и игнорировать. И именно это мы видим сейчас вот как раз в исполнении Подоляки. Даже он уже не может молчать. И этой информацией важно поделиться, важно ее распространять. Поэтому оставьте лайк или комментарий к этому видео, чтобы оно получило больше охват. И обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно.